Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы поговорим на такую тему, как борьба с мхами на участке. Мхи относятся к той категории организмов, которые распространены практически во всех экологических условиях, живут во всех странах и на всех континентах. Мхи не регулируют никакие другие организмы, на них практически не действуют бактерии, их не едят животные, и даже те животные, несколько видов уток, которые их потребляют, они не являются основными источниками их питания. Распространяются мхи также активно, ничего не препятствует для их расселения ветром и для последующего прорастания. По этой причине мхи встречаются в многочисленном количестве, различные виды, как на участках, так и в закрытых помещениях, например, в теплицах. Конечно, для того, чтобы вести профилактическую и истребительную борьбу с мхами, необходимо посмотреть на свой участок, на те условия, которые характерны конкретно для их произрастания на вашем участке. Возможно, и скорее всего, ваш участок имеет заболоченную плотную структуру. Или на вашем участке отмечается залегание грунтовых вод близко к поверхности почвы, то есть устойчиво-влажные условия, которые являются основным и предпочтительным экологическим фактором для хорошего роста и развития мхов. Если ваш участок действительно переувлажненный, уплотненный, то необходимо прибегать к таким агротехническим приемам, как дренирование участка. Самый простой вариант – это по периметру участка, по возможности, выкоподренажные канавы, в которые будет стекать лишнее количество влаги. Также можно и нужно разрыхлять плотную почву на участке добавлением различного вида органических соединений. Идеально подойдут для разрыхления плотных почв торф различные органические компоненты, например, солома, крупные опилки, хвойный опад, листовой опад и другие компоненты, которые вам доступны. Также мхи любят активно расти и размножаться в более затененных участках. Поэтому, когда у вас на участке активно буйствует этот живой организм, обратите внимание на сомкнутость крон плодовых деревьев, на количество кустов и кустарников, на тень, падающую на ваш огород. Возможно, вы примете решение о том, что пора уже провести очередную санитарную или разреживающую обрезку и удаление ваших растений. Самым простым и работающим способом борьбы со мхом является его механическое удаление. Когда мы снимаем, условно говоря, дернину, которая образована мхом, удаляем его, выносим с участка, то не забываем о том, что обнаженные после мха участки земли необходимо как минимум замульчировать. То есть не создавать, не оставлять возможности тем спорам, которые остались от обранного мха, вновь расти и развиваться. Также в интернете существует ряд различных рекомендаций на предмет борьбы со мхами химическими способами. Наиболее народными и, конечно же, менее действенными способами борьбы со мхами является проливание их растворами натрий-2СО3 или пищевой соды из расчета 200 грамм на 1 литр воды. Надо понимать, что проливание раствором соды не исребит полностью популяцию мха на вашем участке. Также глобально не отрегулирует численность этого организма на участке. А это будет такой скорее косметический прием короткого срока действия. Более действенными, но не 100% методами химической борьбы со мхами является воздействие на этот организм растворами сульфатов. Это может быть медный купорос или железный купорос. Если мы говорим про растворы медного купороса, то дозировка 90-100 грамм на 20 литров воды. И снова проливаем те участки, где у нас распространен мох. Если мы говорим про железный купорос, то дозировку увеличиваем до 120 грамм на 15 литров воды. И снова проливаем те участки, где растет мох. Но, как я говорила, и эти методы борьбы с мхами не являются 100% работающими. Самый наибольший процент успеха можно получить от различных препаратов химических, которые направлены на борьбу с плесенью и у которых на этикеточке будет написано, что это биологический препарат. Потому что мы будем работать на участке. Примером такого удачного препарата борьбы с мхом является Интавир Био от плесени. Не забывайте обращать внимание на время появления мхов на вашем участке. Особо опасны и трудновыводимы те мхи, которые появляются поздней осенью и ранней весной. В целом, для того, чтобы вести борьбу с мхами, помимо всех перечисленных методов, необходимо регулярно повышать плодородие почвы и таким образом увеличивать иммунитет растений, которые будут произрастать на вашем участке. Потому что совместная работа по профилактике борьбы и по увеличению плодородия покажет действенный урожай и хороший результат. Я заканчиваю свое короткое видео. Очень надеюсь, что мхи на вашем участке выполняют исключительно декоративную функцию. Всего вам доброго. Оставайтесь на просветке. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok